Уважаемые подписчики, зрители, рады всех снова приветствовать в канале Алкофан. Есть у нашего канала старые друзья, подписчики, которые мне постоянно помогают и славят разные инведиенты. Один из таких подписчиков это Антон. Он меня уже давно снабжает бентонитом. Это такая штука для освещения вина или же браги. В этот раз он мне прислал вот такую большую посылку с набором для приготовления шотландского копченого виски, скажем так, по-домашнему. Рассмотрим, что в этой посылке есть. В наборе для приготовления виски мы имеем 3,7 килограмма сода Chateau Whisky Light и также 3,7 килограмма сода Chateau Distilling. Плюс щепа ручной работы, скажем так, обжиг сильный, которая настояна на вине херес, дрожжи и подробная инструкция для приготовления. Подробное описание и возможность купить этот набор вы найдете внизу под видео. А мы начинаем готовить. Согласно инструкции нам нужно первым делом нагреть 25 гитров воды до температуры 73-74 градуса. Вот у меня уже в этом баке от Мирбира есть 25 гитров профильтрованной отстойной воды. Включаем китку и греем. Температура 73-74 градуса есть. Мы ее добились. Как видно, на дне бака установлена перфорированная сетка, то есть фальш-дно, чтобы потом отфильтровать чистое сосло. Солод Chateau Distilling имеет такой нейтральный, ну чисто солдовый аромат, а вот солод Whisky Light, ну такой явный, явный дымный. Итак, далее мы все это добро засыпаем в бак и хорошо затираем, то есть перемешиваем. Друзья, что ни было комочков, я вам рекомендую его пользоваться именно с дельным миксером. Он хорошо все перемешивает. Размешал я все так тщательно, добротно, что без комочков. По инструкции нам нужно попасть в паузу 63-64 градуса. Что мы с вами примерно и сделали. Далее накрываем крышкой и оставляем на 90 минут. Прошло 90 минут. Для лучшего эффекта я за это время пару раз с дельным миксером помешивал затор. Далее по инструкции нужно провести йодную пробу. Я думаю так все нормально, я ее не буду проводить. Далее нам нужно нагреть этот затор до 78 градусов. То есть пауза называется Mesh Out. Нагреваем и при этом нужно помешивать, чтобы, скажем так, на всякий случай оно не пригорело. Пауза в 78 градусов есть. Она нужна для того, чтобы ферменты прекратили свою работу и сусло лучше фильтровалось. Было более светлее. Далее оставляем на минут 15. Пока клеится пауза Mesh Out, мы нагреем 10 литров воды до температуры 85 градусов, чтобы промыть дробину после слива основного сусла. Как видно, все очень похоже на затирание солода для пива. Прошло 10 минут и открываем кран. Открываем кран понемногу, чтобы образовался фильтровальный слой и сусло было более-менее прозрачное и чистое. Слил я почти 17 литров сусла. Далее я заливаю воду горячую, как я говорил, 10 литров 85 градусной для промывки. Заливаем, хорошо смешиваем, оставляем на минут 15 и далее сливаем по той же схеме. Сливаю я второе сусло и сразу же я охлаждаю его с помощью чиллера. Один важный момент. Все должно быть чисто, как при варке пива. То есть емкость проденцифицирована, чиллер и все предметы и инструменты. Пока охлаждается сусло, мы разбродим дрожжи. Дрожжи у нас производство США, Атланта, Сан Лиандро, Вестпольн. Интересно. Итак, друзья, здесь у нас 15 грамм. Нам нужно примерно столько же на наших, скажем так, 25-28 литров сусла. Выливаем в баночку чистую, проденцифицированную 70 миллилитров сусла и 30 миллилитров воды. Температура примерно 25-28. Высыпаем дрожжи и оставляю на минут 20-25. Охладил я солдовое сусло до температуры 28, далее вносим дрожжи. Вставим под гидрозатвор и отправляем на брожение при температуре 22-25. Плотность сусла вышла ровно 15. Сладкая, с таким ковченым, дымным привкусом. Ждем, посмотрим, что у нас получится. Прошло 12 часов, как я внес дрожжи. Хочу вам сказать, что дрожжи отлично забродили. В течение часа-полутора уже было такое бурное брожение. Все было под гидрозатвором. Я себе ушел. Через 3-4 часа я пришел и, что я вам скажу, гидрозатвор забился, крышка вздулась. Я понял, что пошла пена. Я так тихонечко открыл, постепенно, аккуратно выпустил в воздух. И вот уже оно брудит у меня в течение часов 9-10 без крышки. И что я вам хочу сказать, брожение идет хорошо. Аромат такой квасной, дымно-солодовый, с таким явным оттенком браги. Смотрим, ждем, что получится. Солодовая брага отбродила за 2,5 суток. Отбродила хорошо, ровно, интенсивно. Дрожжи отработали на ура. Мне понравилось. Я даже не думал, что так будет все быстро и гладко. Далее, сливаем брагу засадку. Заливаем в куб не полностью. Примерно на чуть менее, чем две трети. Потому что при перегонке, как утверждает Антон, это брагом может пениться. Это нам не нужно. Подбор спирта с лица буду проводить на аппарате спиртмаш. Как видно, подключен только храгин без деплигматора. И также я вынял насадку РПН из Царгей. Забежал спиртсрез и делаем классическую первую перегонку. На максимально доступных оборотах плитки. Так, чтобы не пошла пена через дистиллятор. Ну и так, чтобы было нормальное охлаждение. Отбираем срез. После первой перегонки я получил 7-400 мл спирта с лица крепостью 24,5 градуса. С прекрасным таким ароматом каши, дымка, салада. Ну, одним словом, хороший получился у меня спиртсрез. Вторая перегонка. Будем перегонять на аппарате от Сан Саныча Medium SS Pro 2. Вот в эту Царгу большую я запихнул 5 ПЖ из медной РПН. Спасибо, Сан Саныча, что прислал. Попробовать узнать, что оно такое, это медная РПН. И также у него появился такой красивый диоптер. Будем наблюдать, как это будет бурлить там, оседать и так далее. Начинаем второй перегон. Поставил плитку на пол, потому что аппарат с диоптером выходит ну очень высокий. Начался разогрев. Забыл добавить, что спиртсрез я отбирал до 1-2 градуса. Грубо говоря, до сухо. Итак, друзья, сейчас нагреется наш кук. Потом прогреется эта длинная Царга. Потом мы включим с вами вместе дефлегматор. Чтобы Царга, то есть, клана поработала сама на себя. Уберем потом головные фракции. И будем отбирать уже основной фракции. Примерно до градусов 70-75. Плитка мощностью киловатт 350. Как видно, диоптеры уже начинают запотевать. Царга полностью уже прогрелась. Вот до этого уровня. Включенный дефлегматор. Подача воды, в основном, идет на дефлегматор. То есть, я сажал мазажей Бохмана, чтобы на холодильник не шло минимум воды. А основная подача шла именно на дефлегматор. В таком режиме колонна будет работать сама на себя. Минут 15. Далее мы потихонечку открываем воду на холодильник. И начинаем отбирать головные фракции. Прошло 15 минут. Колонна поработала сама на себя. Температура в ней 42-43-44 так и держится. Далее мы открываем воду больше на холодильник. Тем же самым уменьшаем воду на дефлегматор. И начинаем отбор головных фракций. Игольчатый кран немного прикрутил. Тем самым, как видно, вода на дефлегматор пошла меньше. Холодильник открыл. Холодильник пошла больше. И температура в колонне сразу же начала подыматься. Было 42-43, а сейчас доходит до 70. Вот так вот регулируем подачу воды на дефлегматор. И контролируем температуру, которая показывает термометр. И так смотреть, как капают капли. Можно отрегулировать точный отбор головных фракций. Я обычно дефлегматор закручиваю полностью, чтобы воды не было. И потом потихонечку откручиваем. И смотрю на температуру и как капают в колбочку. Когда, к примеру, настроится отбор где-то 1-2, может быть, 3 капли в секунду. Все нормально. Продолжаем отбор головных фракций. Настроил я покапельный отбор головных фракций. Учитывая, что у меня примерно литр 800 абсолютного спирта в кубе. Будем отбирать пациентов 5-7. Это, грубо говоря, чуть более чем 100 миллилитров. Вторая кубочка добегает. Отбирал голову запасом. Все, начинаем отбор именно уже основной серии фракций. Делаем немножко нагрев больше и начинаем работать. Плитка на полтора киловатта. Струйка идет не сильно бойкая. Градус на выходе 87. Особо себя не закрепляю, потому что дистиллят нам нужен для щепы. После второй дробной перегонки я получил литр 450 дистиллята. Крепостью 82%. Отбирал я до 70 градусов. Далее я его разбавляю чистой водой до крепости 65. И добавляю вот эту щепу, которая была в комплекте. Оставляю в темном месте на недельке 2-3. Друзья, рад вас всех приветствовать в обновленной лаборатории. Целую неделю трудился, чтобы сделать здесь ремонт. Начинаем дегустацию шотландского дымного виски с приставкой домашней. И заглушу вот я курочкой, которая буквально минут 15 как с мангала. Она у нас тут в априкосово-сливочном маринаде. Итак, наливаем и приступим. Этот напиток провел 2 недели на дубовой щепе. Я хотел немножко больше его подержать. Но, как я посмотрел, щепой было больше чем достаточно. И я понял, что пойдет горечь или же будет такой привкус плинтуса. Потом я слил, разбавил до 42 примерно. И еще 2 недели постоял этот домашний виски в стекле на отдыхе. Итак, по поводу аромата. Ну, первым делом ощущается дыбно-земляной такой аромат. Он хорошо выражен. Есть четкая карамель. И также в аромате ощущается что-то такое старое. Похоже на старое вино. Немножко есть именно цветочно-минтовых оттеночков. Но более именно такой вот зеленой, торфяной, дымный. С таким вот каких-то корней ароматом. Ну, цвет как видно светло-лентарный. Приятный, насыщенный. И есть сладость даже в аромате. На вкус. Во вкусе есть такая легкая обволакающая сладость. Сразу скажу вам. И также выраженный этот торфяной, дымно-земляной вкус. Вкус вместе с таким явным, четким, понятным, именно дубовым привкусом. Да. После вкусе вот именно древесность очень хорошо ощущается. Ну, честно говоря, напитками я очень доволен. Потому что какая история. Когда я его разбавил, соответственно, немножко попробовал. И сразу же все что было в бутылочке запаковал и в покрым. Так бы не искушаться. И чем дольше он стоял в стекле, тем больше именно проявлялся дымно-торфяной аромат. Ну, это понятно. Потому что тут есть и солод, и шотов виски. Это бельгийский солод. Его при сушке окуривают именно шотландским торфом. И он дает, конечно, свою лепту в сам напиток. И вот именно торфяной, и земляной аромат, ну, как бы есть, скажем так, не то, что определяющим. Ну, как визитная карточка этого напитка. Пился хорошо, легко. Я думал, во время дегустации сделать какой-то коктейль, попробовать с колой. Ну, вы знаете, напиток настолько интересен, что как бы неохота его переводить с колой. То есть, он чисто в виде, ну, шикарный идет. Хочу отметить, особенно именно щепку, на которой остался этот напиток. Щепа делалась нашим подписчикам Антона. Как вам уже известно. И хочу еще добавить, что Антон, когда делал эту щепку, со мной консультировался. И, скажем так, это плод нашей работы с ним вместе. Запекание вперед. Почему вы в домашнем? Потому что, все-таки, вы понимаете, для настоящего виска нужна бочка, дабы и вкус был насыщенный. Но, друзья, что я вам скажу. Я посмотрел зарубежные сайты, форумы почитал, то щепа у них весьма в домашнем винокурении очень хорошо и хорошо используется. Есть, продается, есть даже специальные там такие вот пластинки дубовые, на которых там гравируют название компании, которая делает эту щепу. Ну, и плюс хочу добавить, что, как вам известно, есть вид коньяков, которые именно настаиваются на самой щепе и продаются. Даже есть диссертации научной работы, как правильно заготовить щепу, как правильно настаивать дистилляты на щепе. Так что, отчасти, это можно назвать как бы настоящие виски. Но, если же судить, скажем так, по-честному, то это хороший, вкусный, облагороженный домашний дистиллят. Но, тем не менее, если вы предложите другу или гостю попробовать, то, я думаю, вы его удивите, если вы нацените таких напитков. И, тем более, вы себя тоже будете радовать, поверьте. Так, а теперь нальем стакан для виски и отведаем эту магазинную дичь. По поводу этой курочки. Я тут хотел вообще сделать цыпленка наподобие табака, но просмотрел все магазины в округе и не нашел себя вообще. Были только куры. И вот, я его сделал наподобие, как табака, только на ангаре. Но, прикол такой, она все-таки тут 2 кг, мясо толстое, и я очень приятно, что она не пропищется. Ну, я вот ломал ножку, смотрю, что как бы все в порядке. А вот, я пока ломал ножку, подышал, и вот очень такой четкий, явный, медово-сладкий, карамельный оттенок проявился. Ну, как я говорил, это напиток такой многогранный, благодаря хорошо подготовленной щепе, что, когда его пьешь, он дышит, ты понимаешь, что он все больше раскрывается. Очень сочная курица, очень мягкая и реально из четкий привкус абрикоса. Такой способ приготовления курицы я рекомендую. Маринуется буквально час, готовится на мангале минут 15, если нормальные угли, и у вас просто, ну, шикарнейшее блюдо для гостей и для себя. По поводу дрожжей. Дрожжи эти, БСГ, они делаются в Америке, Атланта, очень хорошо они себя ведут зерновыми, мне понравилось. Если их, если им дать нормальные условия, то есть температура там будет около 24-28, там, ну, вот такая вот, постоянно там, частенько помешивать, они за 2-3 дня отбраживают и хорошо работают. Вот так вот. По поводу солода. Ну, солод всем известен, Кассан Малкинг, это Бельгия. Я думаю, что многие из вас его пробовали как в пивоварении, так и для приготовления домашних дистиллятов. По поводу щипы. Как и говорил, я принимал участие в разработке и приготовлении этой щипы. Щипа у Антона, он меня сам, скажем так, удивил. Мне очень понравилась, тем более она настойна на хорошем хересе. По поводу, как настаивать на щипе. Есть один важный очень момент. Как я узнал, что при настаивании на щипе емкость, которая помещена в дистиллят и щипа, не нужно часто открывать. Потому что, если часто открывать, будет более большой доступ кислорода и, соответственно, возможно, ваш дистиллят начнет горчить. Так что, если вы его залили, закрыли, помешали, поставили и открывать там буквально через день, так немножко, чтобы дегустировать. Друзья, от души, как товарищ, рекомендую сайт антонов.ru, где вы можете купить дрожжи, щипу, ну и также полные наборы для приготовления домашних интересных напитков. Забегая наперед, скажу, что благодаря Антону я буду готовить домашний ром. Он проводил много экспериментов, мы с ним вместе очень много говорили по скайпу и вывели определенный рецепт, чтобы приготовить дома именно ром. Друзья, внизу под видео ссылочка на сайт антонов.ru, также внизу под видео ссылочка на группу ВКонтакте Alkafan. Вы можете посылать свои фотографии своих аппаратов, фотографии своих напитков, видео, которые вы снимаете по поводу кулинарии или же домашнего алкоголя или свои вопросы. Также внизу под видео будет ссылочка на alkafan.org, где есть более уже 100 рецептов именно тестового варианта, который я делал. Спасибо большое за внимание. Хороших вам домашних, облагорошенных и селятов. До новых встреч!